Более правильно говорить, мужской фактор бесплодия. Мы проводим лечение мужского бесплодия в зависимости от генеза, это дифференцированная терапия, то есть она отличается в зависимости от причин. Самый простой вариант, безусловно, это бесплодие, обусловленное гормональными факторами, потому что это довольно часто и легко устранимо и позволяет добиться хорошего результата. Мы лечим все основные причины мужского бесплодия. Самой частой причиной мужского бесплодия является варикоцелия или варикоз венсеменного канатика. Мы выполняем наиболее, наверное, продвинутую операцию микрохирургическую, подпаховую или операцию Мармара. Причем в нашей клинике разработана и запатентована методика уникальная с доплеровским контролем, когда мы оцениваем во время операции кровоток в конкретных сосудах, избегая пересечения яичковой артерии. Это очень важно для прогноза. Мы лечим также вторую по частоте причину мужского бесплодия. Это все виды воспалительных заболеваний половых органов мужских. И также эффективно лечим третью по частоте причину. Я имею в виду аутоиммунные или иммунные факторы бесплодия. Если бесплодие крайне тяжелое, то есть речь идет об азоосперме, об отсутствии сперматозоидов в семенной жидкости, то мы прибегаем к биопсиям. Разным типам биопсии. И в нашей клинике, в частности, мы выполняем самую продвинутую на сегодняшний день технологию микротеду. Это биопсия под контролем микроскопа, что позволяет извлечь наиболее толстые каналицы яичка, у которых очень высокая вероятность содержания сперматозоидов. Этот материал может быть креоконсервирован, заморожен и применен для вспомогательных технологий, и репродуктивных имеют в виду экстракопоральные оплодотворения или интрацитоплазматические инъекции сперматозоидов.